здравствуйте вот я опять в спонтанном своем эфире в этот раз в обед надеюсь надеюсь в этот раз побольше будет зрители у меня так что спасибо кто присоединяется дайте знать как слышно как меня слышно оставьте там плюсик или что-нибудь как у вас неделя прошла ребята как вы справились с этой неделе последней майской неделей которая у нас была меня неделя была насыщенная насыщенная у моей мамы был день рождения я ездила в киев на денек поэтому практически ничего не рисовала зато я сегодня помыла одно окно из двух так что я иду по плану так я в эфире у меня послала мужа на почту отправить картинку купили сегодня ночью общем эти как это пытается нагнать норму ну но уже не успеет купили знаете такую картинку я ее еще рисовала в восемнадцатом году сейчас подождите сейчас я выберу какой-нибудь сразу референс себе минуточку пока чем-нибудь напишите я вам расскажу про картинку сейчас минутку да рисовала на марафоне птицы я ее там были птички у меня разные в смешных шапочках можно кто со мной давно должен помнить этих птиц кстати на том марафоне я со многими познакомилась с друзьями с которыми до сих пор дружим в интернете на инстаграме и в общем хорошо так знаете синичка просматривалась в такой шапочке у меня но не покупалась господи как мне вот эти два последних месяца на эту синицу за прошлый месяц за этот за апрель 200 с лишним заходов только на эту синицу в месяц было но не покупали я уже смотрю я ее обновляла 1 6 этот листинг потом думаю наверное она у меня трафик и жрет ненужный я удалил этот листинг который без бесконечно обновляла и по новой его завесила думаю может быть кто-то знаете как бывает они ссылку дают на сайт допустим кто-то кому то нравится картинка и он прям берет ее превью к себе на сайт вставляет или в этот самый в социальные сети и люди там заходят если человек какой-то блогер он активно это у него есть подписчики не начинает заходить и просто смотреть но нет не покупают думаю изменить в общем удалила старый листинг новые сделала и опять пошли на эту синичку заходы просто ну тоже там за неделю по моему за вот эту вот 50 заходов за вчера только было 17 заходов в эту синичку и вот ее наконец-то купили у меня купили эту синичку и купили еще одну картиночку акцию вот добрый день да здравствуйте и я попросила дайте не радует да сейчас я почитаю да здравствуйте все короче попросила мужа отправить картинку сама по быстричку тут пока все тихо тихо спокойно думаю выйду в эфирчик поболтаю с вами поболтаю с вами о том о сем и заодно порисуем как в прошлый раз акрилом потому что я на этой неделе честно говоря но не рисовала я понедельник я только рисовала во вторник я уже была в дороге в среду я отмечала день рождения мамы четверг я возвращалась обратно в пятницу я я радовалась что у меня восстановили бы аккаунт это кстати у меня событие недели вот про ebay который я недавно зарегистрировала и вот только сегодня в общем я ребята добралась до рисования думаю посижу с вами поболтаю очень жаль что у нас в рф не продается акрил роса я могу вам выслать и правда доставка вам обойдется недешево потому что доставка у нас что в россии что в сша одинаково стоит а учитывая ну идти будет долговато наверно недельки три вот у нас же много есть работают кто в россии да и родственники просите может кто-то из знакомых вам передаст акрил потому что вам и не понравится знаете этот на вкус и цвет товарищей нет да так вот короче я уже зарегистрировала господи баночка всегда краску это нормально короче зарегистрировала аккаунт на ebay я дам все было хорошо вывесила там листинге я все нормально можете посмотреть видео в среду значит видео выставила все в прямом эфире как я регистрируюсь как я выставляю там товары и вот во вторник вечером за час как должен был опубликоваться мы ли это видео на ютюбе мое как я регистрируюсь на ebay мне приходит письмо счастье что мой аккаунт на ebay заблокирован ребята навсегда представляете написано мы вас говорит заблокировали за подозрительную активность вот а какая у меня может быть подозрительную активность что четыре листинга повесила и все ну в общем представляете какое раз и навсегда написано перманент перманент ли мы вас типа заблокировали вот ну думаю вот это да сейчас через час я такая там опубликую листинг какая молодец как я зарегистрировалась а тут меня уже взяли и трах бах и заблокировали видите опять рисую в этой гамме в голубой в летние как в прошлый раз ну начала кинулась читать вы знаете я доверяю первоисточникам да вот начала читать у них там help они там говорят звоните только звоните значит на линию на нашу естественно на английском языке ну кто будет я писать еще могу а pronunciation у меня конечно в общем не очень у меня pronunciation да и как это объяснять в общем со словарем никто конечно звонить не будет туда что делать что делать в общем начала читать всякие там гуру всякие статьи ничего обнадеживающего конечно я не нашла ну что делать опять вернулась к доке начала там рыться с таким как у меня диагнозом все писали что типа аккаунт там у них написано в инструкции на ebay не восстановим не восстанавливается вот но я решила рискнуть что там спрос не бьет в нос и я нашла самую подходящую тему и нет уж и мейла нигде я нашла значит самую подходящую тему которая мне подходила мой аккаунт взломан а еще знаете что интересно когда я там смотрела вот этот инструкцию помощь мне все время высвечивался один листинг который я поставила как аукционный и он они требовали значит предлагали помощь вот именно только с этим моим листингом иначе предлагали значит его или обновить или завершить то есть закрыть но я не могла сделать ни того ни другого потому что мой аккаунт значит был заблокирован вот именно только с одним листингом я короче написала нашла значит help написала в туда где типа мой аккаунт взломан я написала им что ребята я типа вот на прошлой неделе только зарегистрировалась я художник я хочу продавать свои картины я разместила 4 листинга а сегодня мой аккаунт заблокирован навсегда за подозрительную активность объясните пожалуйста в чем я виновата и где моя ошибка и что вы думаете друзья мне ответили причем довольно быстро на следующее же утро где-то часов через восемь не ответила какая-то махрима или как там ее зовут какая-то с индийским именем и она написала что типа не переживайте ваш аккаунт значит находит так как вы новый значит этот самый пользователь ваш аккаунт находится время во временном блоке значит вам надо дослать документы документы мне надо было достать на что не попросили паспорт они попросили подтверждение адреса где я проживаю какую-нибудь квитанцию по коммунальным платежам правда даже секретом цена на украинском языке чё не там могут прочитать но неважно а еще поблагодарили что я к ним обратилась так вежливо вот прислали ссылку куда где куда предоставить документы прислали значит анкету из 7 вопросов или там скольки не надо было написать что я буду продавать сколько в каких количествах кто у меня поставщик в общем всю эту лабуду национальных цветах наших украинских получается картинка вот короче я это все за я была как раз вот есть где не могла паспорт предоставить я когда приехала вот вчера в пятницу утром загрузила все что они хотели и через час нет нет через два мой аккаунт разблокировали вот так вот и написал уже какой-то роберт он сказал что он все мои листинги восстановил и говорит удаленный листник в общем что случилось я подозреваю что кто-то сделал первую ставку за мой листинг вот этот который был аукционный а так как аккаунт у меня ну как бы не проверено я кстати потом читал что после первой продажи сразу блокируют типа аккаунт кстати они написали что мы тут они написали что те пока что ваши типа кто покупки да они будут аннулированы мы не сможем их восстановить пока вот если вы что-то продали но мы вашим покупателям опять отправим сообщение что ваши товары как бы в этом самом в доступе извините простите ну там типа в общем они хотели убедиться что я реальный человек они какая-то виртуальная сволочь так что ребята видите ничего страшного все можно решить восстановить главное главное не падать духом не бояться вот так что сегодня я уже уже с обновленным аккаунтом правда правда у них там что-то еще не совсем восстановилась потому что мои товары которые я разместила обновила там надо обновить их и еще один новый я завесила для проверки они не видны на моей странице вот аккаунта когда заходишь главного но они видны что они продаются и даже какие-то там заходы у меня появились я сегодня написала им опять что типа ребята где почему не видно моих этих листингов на моей странице вот они сказали типа что не волнуйтесь вот смотрите если они у вас в активных показываются значит они активные вот ну я уже думаю ладно я еще там потом походила почитала там бывалых они говорят что после блокировки надо до 48 часов ждать пока обновятся эти данные этого ebay их кэш их не что еще 48 часов не прошло может потом обновятся так что вот так вот отделалась отделалась я легким испугом пока что с этим ebay тоже там мне под видео уже народ столько всего написал что я уже начала бояться кстати кто не видел зайдите у меня ссылка на мой youtube канал меня в шапке профиля можете посмотреть видео почитать там народ который уже продает уже делился своими впечатлениями про ebay что присоединяйтесь будем вместе осваивать новую торговую площадку мы что-то уже может кто-то уже там есть так меня тоже удалили после первой покупки и не удалось восстановить на ebay а вы писали им тут мне пишут просто арт есенова а вы писали им письмо там надо писать письмо и сразу же по горячим следам желательно написать они очень быстро и вот я вот перед выходом в эфир вот написала насчет вот этого что же мои листинги не видны и вот они мне прямо ответили в течение получаса у них это customer service работает хорошо заходите короче там в помощь них вот это help принципе в любую в любое там них делал список ответов на вопросы внизу связаться с нами форма и прям в форме в той пишите все что вы о них думаете они вам ответят оказывает оказывается ларчик просто открывался тут потом я там мне там говорили что кто-то там заказывал с переводчиком через western beat там списать им в смысле звонить им голосом можно написать видите написать сказать прикинуться в принципе так и есть ничего не понимаю в этом и б и прикидываться и есть этот валенок в б и сказать я такой валенок ребята душу же я сделал не так и вот он я живой человек обратите на меня внимание так конечно через три месяца я мой муж и вы а что ж такое чужие не вас не восстановили странно чем они это мотивировали чем они это мотивировали так я сегодня рисую озеро мичиган это печально конечно когда так чувствуешь себя идиотом вроде бы ты ничего же плохого не сделал и ты же точно не не мошенник и ничего и тут тебе на тебе подозрительная активность чего она подозрительно товарищу вы типа выставили товары их так быстро хотят купить чтобы вообще их нужные товары выложили на наш сайт что что хотите продавать на нашем паркетплейсах вы преступник смешно попробуйте заново им написать может быть как-то или новый аккаунт открыть если конечно я хотя я бы наверно уже обломалась если же три месяца прошло они ничего не отвечали насильно мил не будешь как это в моем любимом фильме труфальдина из бергамо помните вот это вот главная героиня которая переодевалась в мальчиковый наряд забыла как ее зовут когда ее там хотели женить на кларичи до кларичи сказала что она только сильвию любит она отвечает не любите меня ну и не надо коль ваше сердце занято другим то и мое поверьте не свободно так что не хотят не хотят нас на этом и бэе пойдем другое место так где нас хотят так так друзья ну что я вроде вышла в обед смотрите на рассказала вам всего все свои новости так быстренько время не засекла на сколько времени не важно а вы молчите ничего не говорите рассказывайте теперь ваша очередь задавайте задавайте темы для бесед кстати елочки никогда не умела рисовать и не умею до сих пор для меня было помню мучение всегда введи елочка нарисовать на каком-нибудь чуде и темы пленэри дитя асфальта что вы хотите какая там природа так и домиков нормальных рисовать не могла все вот это вот кирпичные эти многоэтажки знаете эти прямоугольные всегда рисовала в детстве домики для меня это хрущевки уже потом уже взрослом возрасте когда уже начала путешествовать уже начала по-другому на все это смотреть помню у меня была одна однокурсница она любила рисовать городские пейзажи и у нее домики были такие с характером каждый домик у одного крыши там вот она замечала где-то крыша где-то труба где-то окошко а я вот смотрю они мне все одинаковые и горит они ну как ты так рисуешь они у тебя горюк с характером каждый дом она горит ну так ведь и есть так ведь и есть горит каждый дом с характером так вопрос здравствуйте как с ценами на ebay мне показалось еще дешевле чем найти дело в том что у меня на эти товары недорого продаются поэтому у меня как на эти цены в принципе такие же единственное что я заметила что аукционы там легко люди торгуются на аукционах там легко поднять цену именно с аукциона насколько я успела заметить я что же с ребята вот как в четверг была неделя как я и стала пользоваться это видите как эта неделя прошла мне там уж такой спрашивают там вот и бэй переходит на пионер на пайонир штамм это все у всех будет или не у всех я слушайте я вообще ничего об этом не знаю я так о думаю смотрю вот есть инструкция на русском языке смотрю она понятная думала так что сейчас сейчас мы многие говорят продают надо попробовать что ждать что я не могу сказать насчет цен у меня только такое приключение вот видите заблокировка и своего опыта я могу сказать что сразу же пишите как только вас заблокировали я написала в течение получаса и что за фигня что вы художников тут принижаете что это такое что такое почему в чем моя вина дядечка матрос прости за сранца что такое так так хорошо пишите пишите так сейчас как у вас сети продолжает бастовать у меня сначала мало глухо как в танке не пойму в чем дело до продолжает бастовать но я уже говорила вот в начале что как раз сегодня у меня случилось продажа небольшой картинки древней моей одной из первых завешенных на эти небольшая картинка акварельная акварельными маркерами нарисована в стиле в таком в иллюстративном вот и одну картинку купили отцу у меня с черной кошечкой тоже древняя картинка я ее рисовала когда-то на этот на инктобер кошка почеркошка одна девочка купила все вместе обошлось 25 евро вместе с доставкой это 30 долларов где-то то есть получается там 10 карте 10 долларов отца у меня где-то ну вот а все 10 2 9 долларов доставка все остальное это вот эта картинка на формате а4 это это птичка так мы перестали бороться с этим и б это было летом 2020 сейчас я новое сделала в мае и потом посмотрим как получится попробуем с вами вместе а вы новый аккаунт завели на ebay да ну вот смотрите если вас не дай бог с опять заблокирует вам сразу пишите просто в этом в хелпе не стесняйтесь как и пишите ребята что такое в чем я виновата и они любят вот этот ой простите мы не местные мы же не хотели помогите ой что-то я наверно не понял и они такие оценки сенька что обратились сейчас мы тебе дорогой друг поможем сразу же не сидите не это самое не ждите пока сразу пишите где я лоханулся где такой саппорт у них приятный мне понравился быстро быстро отвечают моментально просто это я же думал что надо почитала надо звонить его думаю боже ну это все это полная фиаско если звонить туда то что сестру напрягать или как или как как сестра шо наш не знает всех моих всех моих нюансов мы мы тогда тоже все сразу все документы отыслала но увы да что-то не поздно хорошо что вам хоть это удалось открыть заново что они вас не запомнили там сильно в лицо и в этот в ip адрес елка лысая получилась а это сюда в мае как-то слабовастенько судя по отзывам ни одной меня правда есть люди у которых в мае нормально это дело ну вот честно говоря я в мае не сильно не сильно работала вот я даже не довела свои листинги до 300 я как мая начинала с 200 8 280 листингов так у меня 284 там или 275 у меня было не помню короче общем где-то я листингов 15 только завесила обычно я так где-то 20-25 вешаю 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 целую неделю ничего не рекламировала на фейсбуке в общем что сказать что сказать что сказать магазины нравится на ручном управлении только лавку закрыл все покупатели прошли мимо так пусть полежит быть еще намалюю чтобы еще такого нарисовать разве такого чтоб так не сильно думать голову не включать пока я болтаю тут так подождите пять минут помою сейчас палитру и приду вот я вот в в в Спасибо. 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 Так, ну что, не заскучали тут без меня? Хочу поменять цветовую гамму, так что надо помыть палитру. Так, вчера случайно наткнулась на ютюбе на одного чувачка американца, он это дропшиппинг, ну дропшиппинг это знаете, когда делаешь дизайн там с футболками, ну то есть print shop, грубо говоря, ты делаешь дизайн там, наносишь там картинки на чашки, а чашки эти печатает компания, ну печатня, и она же и рассылает заказчикам. Ты, грубо говоря, промотируешь свой дизайн на их носителях, а они уже рассылают все остальное. и он типа удачный, типа он там бабло зарабатывает. давал совет по SEO, как они говорят. Вот, и короче, он говорит, что вот вы там, можно конечно пользоваться всякими этими мармалитами и ранками, а он типа не пользуется. американец, на английском языке обещал. И говорит, что самый лучший поиск ключевых слов для Etsy, это сам Etsy. Сам сайт Etsy по поисковой строке, значит, вбиваете и смотрите, значит, какие есть запросы и там самое популярное на сейчас, значит, что именно сейчас люди ищут, можно посмотреть, но мне понравилось другое. Говорит, что типа как же выбрать из кучи листингов именно те листинги, у которых хорошая SEO. Говорит, смотрите по добавлениям в корзины. Чем больше добавлен листик в корзину, значит, тем чаще на него заходят люди, они его находят, значит, там хорошая SEO. Это, конечно, спорное утверждение. Особенно кто в клубе продающих художников может с этим поспорить, но тем не менее тема интересная. Я в качестве эксперимента вчера засела, решила выбрать, посмотреть же по теме, допустим, Париж. Сколько же там листингов, добавленных в корзины этих картин. Оказалось, не так-то просто, ребята, найти листинги коллег-конкурентов, добавленные в корзины. Привет, Аня. Здравствуйте, все, кто присоединяется. Так, ну что там? Все разбежались, пока я тут отвечала на телефонные звонки. Есть кто? О, здравствуйте, еще раз все. Извините. Извините, надо было ответить. Я аж выхожу спонтанно, никого не предупреждаю. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, что получается. Не знаю, что нарисовать. Может, елки какие-то. Не знаю. Да, так о чем мы там прервались? Напомните мне. А, да, так вот, этот мужичок, который рассказывал, значит, что надо смотреть по добавленным в корзину. В общем, по Парижу, по теме Парижа. Не так уж много было добавленных там в корзины. По два. Это вам видно не футболочки, знаете. По две, по три штучки. Но, что я увидела, чем полезны такие экзерциции, что пользуются популярностью фигуратив Парижа. Какая-нибудь девушка, чтобы не было видно, по любым темам, не было видно лица ее. И она как бы смотрит на крыше Парижа. Вот так вот. Такая вот тема. Даже думала ее, вот это возьму, ее воплотить. Надо будет, думаю, воплотить ее как-нибудь. Так что, этот чувачок ориентируется на добавленное в корзину. Если, типа, много добавлений в корзину, значит, хорошее это ICO, значит, находят, значит, этот листинг находят по поиску. Надо туда лезть и смотреть, что ж там такое понаписывали эти люди, коллеги. В общем, и брать оттуда, тырить, тырить ключевые слова. Вот. И не нужны никакие, типа, мармалиты и иранки. Такие вот лайфхаки. Ну, а я, видите, как посмотрела и натырила новую идею для рисования с девушками. С девушками без лица, смотрящими на Париж. Я, в принципе, и раньше подозревала, что там примерно что-то такого плана пользуются успехом. Но я думала, это обнаженка обычно. А тут именно, ну, нормально, такая романтичная. Ну, девушка одетая, все нормально. Но она или спиной, или так, в полоборота, вот она там сидит или пьет кофе. Самая популярная картинка по запросу Париж, там вообще была, это был принт. Сидит девушка, значит, в кресле, вот не так, как вот надо сидеть, а так вот, как бы ноги свесила на подлокотник. И читает книгу, книга прикрыла лицо. Вот там вот это добавление этого принта было, по-моему, штук семь или восемь в корзине лежало этого принта. Типа парижанка в кресле сидит, книжку читает. Никаких видов Парижа, ничего. Ну, вот назвали, типа, париж, париж, девушка в Париже. Все, сидит в кресле. И такая в набросочном стиле, акварелька. Все, популярная тема. Вообще полезно так, знаете, иногда. Посмотреть взглядом таким, потому что когда все одно и то же рисуешь, уже у тебя по накатанной пошло, да, тут у тебя зашоренный взгляд. Полезно так иногда пройтись, посмотреть, что там коллеги наворотили. Так. Сейчас. Слышу, вижу. Спасибо, Таня. А я пропустила про листинг. А, там в первой части посмотришь. Так. Сейчас. Что ж такое у меня сегодня? Ага. Акцию хорошо продается или не стоит пробовать? У меня не очень хорошо продается, но пробовать стоит, потому что, вот я знаю, по клубу многие раскрутились именно на АЦЮ. На АЦЮ. И, кстати, на eBay вот эта картинка, которую у меня пытались купить, она была не АЦЮ. Вот этот парусник, что мы с вами рисовали в прошлую субботу, маленький. Он по размеру чуть больше, чем АЦЮ. Но он вытянутый. Вот его как раз хотели купить у меня. Что и привело к блокировке. К блокировке моего новенького, свеженького аккаунта на eBay. Кстати, там читала. Вот, типа, ну, когда случилось с самым этот карамболь, началась читать там гуру, пишет, там в одной статье писали, не доверяют продавцам из стран СНГ. А у меня мама, ну, вы же знаете, она у меня 15 лет прожила в Америке. И она тоже там на eBay была зарядила. Она мне говорит, Владушка, возьми мой аккаунт. Она говорит, у меня подтвержденные. Она говорит, я тоже пока, говорит, его подтвердила. Она там какую-то одну кастрюлю продала и забыла. Говорит, пока, говорит, я тоже там с документами они меня терроризировали. Вот тоже. Так что у всех такая ситуация. Говорит, пока я подтвердила, пока все поприсылала им, уже, говорит, четыре раза прокляла от этой eBay, чтобы кастрюлю продать одну столько там. Столько там пришлось условий соблюдать. С первого раза нет, чтобы сразу сказать, загрузите документ, начинается. Пока продажа, пока то, пока сё. Покупатель-то и ушел, естественно, да? Тоже мне. Тоже мне. Так. Так что насчет АЦО попробуйте. Может быть, у вас и зайдет. Все, надо пробовать. В моем лице на Etsy вы не увидите конкурента по АЦО. Я выкладываю эти АЦОшки, которые я еще там рисовала года два назад или три. Новых не рисую сейчас. У меня их очень, очень плохо покупают. У меня их. И покупают, я так понимаю, когда они хотят, допустим, доставку как-то отбить или еще что-нибудь. Бывает такое, что ставлю, купи две картинки, получи бесплатную доставку. Ну, тогда они, ой, господи. Тогда они начинают покупать эти АЦО. Ну, тоже не активно. В принципе, у меня ситуация, что вот такую картинку купить одна цена. Так что они, если что, они такие картинки покупают побольше. А доставка у меня одинаковая стоит везде на 9 долларов с половиной. Так что, что такую купить 9 долларов доставка, что АЦО 9 долларов доставка, что 40 на 59 долларов доставка. Так что, без разницы. Ну, некоторые покупают АЦО, думают, типа будет бесплатная доставка. А он мне с этим АЦО доставку и оплатит эти 10 долларов. Такая вот у меня стратегия. Вот. На АЦИ. Я, знаете, раньше ставила отдельно, ну, как тоже, как вот Наталья Ширяева сейчас советует, ставила доставку в стоимость, включала картины, пересылку полностью. Но когда началась вот эта пандемия, посылки стали задерживаться, получается, когда ты возвращаешь покупателю цену, да, ну, деньги за недошедшую посылку, то ты должен вернуть их полностью, если она, у тебя доставка включена в, в этот самый, в стоимость. Ну, конечно, там можно договориться, можно вести долгую переписку там с покупателем, давайте я вычту там, ну, ты же продал его с бесплатной доставкой, как ты будешь вычитать эту доставку? Ну, как бы, получается, нехорошо. А так, когда отдельно стоит доставка, то ты можешь, как бы, хотя бы эти 10 долларов себе вернуть, хотя бы, чтобы пойти там заесть эту печаль, тоску, пироженком с кофе. Поэтому я стала ставить отдельно. Когда ты возвращаешь деньги за товар, да, то ты можешь не возвращать за доставку, если она у тебя стоит отдельно, в отдельном, как бы, идет отдельным, дополнительным товаром. Вот смотрите, на негрунтованном картоне как это жухнет сразу, на грунтованном, да, ярче, тут так блекленько. Люблю на грунтованном рисовать. Да, но оказалось, что они нормально, просто там, знаете, как бы, они утверждают, что если ты ставишь бесплатную доставку, то они тебе чаще показывают в поисках, типа, приоритет выдачи американцам. Но дело в том, что, представляете, сколько торговцев на Etsy, да, пока там до вас дойдет эта очередь с этой вашей бесплатной доставкой. И все будут, типа, на первую страницу все равно все не влезут. А так, получается, они ищут вас по цене. Вы отняли там, если у вас доставка стоит 35 долларов, допустим, картинка, а без доставки стоит, указана цена 25, вы уже по цене выигрываете, он уже добавляет вас в корзину, там уже доставка добавляется. Но он уже настроился, что он ее купит, потому что 25 дешевле, чем 35, правильно? Так что оставлю отдельно. Отдельно доставку пригрузила вас доставкой заодно. Поговорили, начали за отцу, закончили доставкой. Так, давайте спрашивайте, что еще, а то у меня уже голова не работает. А то я сейчас опять перекинусь на свои, это, из пустого в порожье, опять там про Эстонию, еще про что-нибудь, как начну. То, что вы уже по десятому кругу, что вы уже слышали. Так что, так что, лучше спросите меня что-нибудь. Может, я еще чем-нибудь знаю такое, что мне сейчас в голову не приходит, а вам будет интересно. Ага. Я пыталась доставку выделять, я цена стоящего намекала, что я не права подсказками. Да, ну, это не важно. Мне тоже все время говорят, у вас дорогая доставка. Покупатели такого типа не любят. Ну, это же, ребята, это же не серьги продаете вот эти вот, хотела сказать нехорошее слово, маленькие. Вот. Вы же продаете картины, естественно, у вас должна быть отдельная доставка, у вас международная доставка. И люди нормальные покупатели, они это понимают. Я же вам говорила, когда, в понедельник, по-моему, что меня покупательница отругала, что я ей этот самый, послала рамочку в подарок. А она говорит, Лада, ну что же это такое? Зачем ты удорожила доставку? Никогда так больше не делай. Американка. Удругала меня. Говорит. Ты же, говорит, доставку удорожила. Утяжелила картину, удорожила доставку. Не надо так делать. Так что все, они нормальные люди, не надо. Адекватные люди есть везде. В Америке их не меньше, чем у нас. Все они понимают. Все они ценят. Я же была у мамы в гостях. У нас же сейчас со своим американским мужем в Украине живет. И он еще-то расчувствовался так. Ели мой пирожное такое, знаете, картошку. Ну, каждый знает. Мама купила там к чаю. Я говорю, вот в детстве, говорю, все было другое, вкуснее. А этот мамин муж американский говорит, а мы в детстве вообще практически не ели сладкого. Говорит, не было. Он жил, короче, он со среднего запада родом. Они жили вообще на хуторе. Так, говорит, дорога. И вот дом стоит среди дороги. Вот ничего такого не было. Говорит, мы зимой. Говорит, самое вкусное было это надоить молока и зимой смешаться с снегом. Сливки делали мороженое. Вот. Перед школой доил три бидона молока и шел в школу. А потом только по пятницам, по-моему, к школе подъезжала продажа мороженого этот, как он называется, фургончик. Он брал там что-то на паун, брал что-то там, килограмм мороженого, в общем-то, не помню, сколько он там говорил, какие цены. Вообще такие вещи рассказывают. Ходил к ручью, стрелял лягушек из рогатки, чтобы есть лягушечьи лапки. Как гнездо пчелиное рассказывал мне. Как, значит, надо, если ты идешь в лесу, увидел гнездо диких пчел, как его, значит, надо снять, срезать, чтобы пчелы, значит, ставить вниз в миску, чтобы это упало туда. Это гнездо, пчелы вылетают, и хватаешь гнездо, пока они обратно не вернулись. В общем, что-то там такое рассказывал интересное. Я слушала, будто бы Марка Твена читала, понимаете? Но ведь это не рассказывают, не показывают, что мы знаем о жизни обычных американцев. Они, если так вот углубиться, они обычные. Обычные люди такие же, как и мы, с такими же проблемами, отчаяниями. В общем, ничего мы не знаем о них. Так, как и они о нас. Судим друг о друге по сводкам новостей фейковых. На референсы Эстония нет. Где вот это? Это озеро Мичиган на референсе. Очень похоже на Эстонию. Это просто какие-то горы, абстрактный пейзаж. Референсы классно искать на этом самом, на Инстаграме. Слушайте, находите по местоположению людей, которые там живут. Обычные такие же, как вы и я, только американцы, которые живут там, в этом месте. И они постят очень много фотографий из себя на фоне. Знаешь новые места, фотографии они тоже там делают. Так что окончится эфир, можете погулять по профилям людей с другой стороны земли. Поискать у них красивые референсы. И поподписываться, можно подписаться на место какое-нибудь географическое и смотреть фотки. Интересно. Главное не увлекаться, то так можно провести много времени. Так, мне интересно все, что ты говоришь. Спасибо, Таня. Сегодня я как раз ставила доставку и поставила указанную ими цену. Поменяю, надо 8 долларов ставить на маленькие. Ну смотри, сегодня я Таня отправляла вот эту картинку с птичкой. Она где-то А4 формата и она весила 100 грамм. На бумаге акварелька вышла, если оформлять в кабинете Укрпочты, 191 гривна с копейками. Вот это минимальная цена. За такое тоже. До 250 грамм это будет 191 гривна. Это сколько у нас? Меньше? Сколько? 5 долларов? Сколько это будет? Нет. Посчитайте, короче. С математикой у меня не очень хорошо. Так. И потом, значит, ты каждый 250 грамм умножай на 2. То есть, если... Сколько это получается? 7 долларов? Да. 7 долларов я вроде считала. 7 долларов, да, минимальная цена. Если ты уже побольше картинку, допустим, на ДВП, у тебя 30 на 40, она уже будет стоить 14. Ну и так далее. У меня стоит сейчас 9,50. На все. На дорогие работы от 70 долларов. То есть, грубо говоря, то, что я хочу продать за 50, да, я ставлю 70. Уже в цену включаю. А на такую мелочь, да, у меня везде стоит 9,50 сейчас. Можешь поставить 7, чтобы их не пугать. Так. И, Таня, оформляй все в кабинете Укрпочты онлайн. Там тебе дадут скидку 3%. И это самое, еще 30 гривен сэкономишь. Они сейчас 31 доллар берут за то, что они оформляют на отделении. Посылку. Если ты придешь, просто они тебя оформят, все нормально. Ну, еще сверху возьмут 1 доллар. И чем оно надо? Лучше Маше конфет купить. Правильно я говорю, Таня? Пряник Маше на этот самый. На машинки потратите. Таня, когда мы будем смотреть лошадок? Ты мне обещала. Так. Таня живет в Одессе. Она мне обещала показать лошадок. А то я тут в центре живу, на окраина не езжу. Даже не знаю, где у нас тут ипподром. Только слышу. Только слышу во всяких местах. Ох. Я, ребята, даже это самое, ни разу из Одессы, за 10, уже 11-й год здесь живу, ни разу не вылетала на самолете. Я даже не знаю, где у нас аэропорт здесь. Все через Киев. Все через Киев. Так. Все как-то не доводилось мне. Так. Так. Таня обещала мне показать лошадок. Таня, ты мне обещала лошадок покупать? Ответь. Так. Да, поняла. Так. Маша хочет самокат красивый. Ну, мама, надо тебе зарабатывать на самокат. Что тебе сказать? Мы, кстати, сегодня тоже смотрели, почем самокаты. Самый дешевый, что мы видели, 6 тысяч гривен стоит. 6 тысяч гривен. Это сколько? 300 долларов или сколько? Так. Такой нормальный самокат стоит 1012 где-то так. Так. Лошади можно завтра. А, ты такая шустрая. Завтра я еще не знаю. Я подумаю. Я тебе напишу. Все, потом договоримся. Сейчас. Так. Ну да, завтра же воскресенье. Можно и лошади. Спишемся, короче, с тобой насчет лошадей. Так. Ладно, про лошадей поговорили, про самокат поговорили. Давайте еще про что-то поговорим. Раз уж такие дела. Фу-фу-фу. Где тут моя кисточка для подписей? Всегда теряется вечно. Кисточка для подписи. А вот она. Так. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Все. Ну, что ж такое. Короче, всем привет. Так. Давайте, у кого хорошо дела идут, кто там найдется, продают, у кого хорошо дела идут. Хвастайтесь. Дайте надежду своим менее удачливым продающим друзьям. Скажите, что кто-то заработал миллион в мае, чтобы было к чему стремиться. Ладно, молчите. Тогда будем закругляться. Встретимся в прямом эфире на моем YouTube-канале в понедельник. В среду обещаю выложить в подробностях с картинками, как я решала проблемы по восстановлению аккаунта на eBay. Вот. Подписывайтесь на меня, друзья. Спасибо, что рисовали со мной. Извините, что пришлось разбивать эфир на две части. Но ничего. В следующую субботу я выложу обе части склеенные на YouTube. Сегодня на YouTube мой прошлый эфир, который мы в прошлую субботу с вами рисовали. Картиночки. Выложим, можете посмотреть, тряхнуть стариной, вспомнить, о чем мы там беседовали. Сегодня наклепали с вами две такие картиночки. Не знаю, может я потом на них гляну свежим взглядом, может еще что-то дорисую. Вот. Так, ну что там? Ничего не пишите мне? Сейчас. Ничего не пропустила. Так, так, так. Ага, Таня мне тут пишет. Сейчас. Таня, что тут про соборку пишешь? Мы собираемся на соборку в галерею на выставку сейчас. О, хорошо вам сходить. Я сегодня решила дома сидеть. Видишь, даже мужа послала за картинку отправить. Хотя, если бы я знала, что вы собираетесь, может быть я бы и вышла. У меня же там почта рядом. У меня продаж пока нет. Нечем пока хвастаться. Снизила немного цены сегодня. Поставь 20% в скидку. Знаешь, что я заметила? 50% скидка не работает. Хорошо работает скидка 20%, 15% и 30%. Если картины дорогие, ну как дорогие, допустим, 150 долларов в моем масштабе дорогие, вот, то можно ставить 30%. Если вот такие мелочи, 20-15% можно ставить. А вот эти вот всякие скидки, они предлагают купи две, там, картины, получи скидку там 25%, не работает. Не работают. За два года ни разу не сработал купон, который посылается в благодарность покупателю автоматически. после, по какой, постпокупочный. Вот. Ну, вот эти вот скидки от 15 до 30 работают. Так. Ну, и Ира пришла. Ира, я уже ухожу. Ты только сейчас присоединилась. Так. Что там еще? Красивая картина. Поздравляю. Спасибо, Таня. Так. Ну, шо, вы не будете со мной разговаривать? Все. Раз. Расходимся. Айра, привет. Что там? Видишь, уже расходимся. Так. Мир. Мы спонтанно решили поехать. Вечером займусь скидками. Поищу инфу о том, как это делать. Да. Это нам не сложно. Ну, хорошо. Ладно, друзья. Все. Спасибо, что порисовали со мной. Побегу дальше заниматься своими делами. Вот. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Увидимся. Увидимся. Пока-пока.